Должно быть направлено на осуществление основной цели воспитания формирования всесторонней и гармонично развитой личности Содержание образования должно строиться на строго научной основе, включать только твердо устоявшиеся в науке факты и теоретические положения Учебный материал должен соответствовать современному состоянию науки, способствовать формированию жизненной позиции Общие принципы формирования содержания образования 1. Гуманистичности, обеспечивающей приоритет общечеловеческих ценностей и здоровья человека, свободного развития личности 2. Научности, проявляющиеся в соответствии предлагаемых для изучения в школе знаний последним достижением научного, социального и культурного прогресса 3. Последовательности, заключающиеся в планировании содержания, развивающегося по восходящей линии, где каждое новое знание опирается на предыдущее и вытекает из него 4. Историзма, означающего воспроизведение в школьных курсах истории развития той или иной отрасли науки, человеческой практики, освещения в связи с изучаемыми проблемами деятельности выдающихся ученых 5. Систематичности, предполагающие рассмотрение изучаемых знаний и формируемых умений в системе, построение всех учебных курсов и всего содержания школьного обучения как систем, входящих друг в друга и в общую систему человеческой культуры 6. Связи с жизнью как способа проверки действенности изучаемых знаний и формируемых умений и как универсального средства подкрепления образования реальной практикой 7. Соответствие возрастным возможностям и уровню подготовленности учащихся, которым та или иная система знаний, умений предлагается для освоения 8. Доступности, определяемой структурой учебных планов и программ, способом изложения научных знаний в учебных книгах, а также порядком введения и оптимальным количеством изучаемых научных понятий и терминов Общее образование в школе должно сочетаться с техническим и трудовым обучением, способствовать профессиональной ориентации учащихся Общее образование имеет своей целью овладение основами важнейших наук о природе и обществе, развитии мировоззрения и нравственно-эстетической культуры Техническое образование знакомит учащихся в теории и на практике с основными отраслями промышленного производства Требования к содержанию обучения в средней общеобразовательной школе определяются государственной стратегией развития образования В содержании образования прослеживаются два аспекта – национальный и общечеловеческий Общими основами определения содержания образования являются Гуманизация, дифференциация, интеграция, широкое применение новых информационных технологий, формирование творческой личности как условия и результат полноценного, многокомпонентного процесса обучения Экзаменационный билет номер 9 Один стиле педагогического общения, их классификация СМЭ В тетради Два государственный образовательный стандарт, его функции и компоненты Стандартизация образования является одной из тенденций его развития Основным нормативным документом наряду с законом, об образовании, является государственный образовательный стандарт Образовательный стандарт – это обязательный уровень требований к общеобразовательной подготовке выпускников и соответствующие этим требованиям содержание, методы, формы, средства обучения и контроля В государственном стандарте общего образования выделяются три составных компонента Федеральный Национально-региональный Местный, школьный В федеральном компоненте отражены нормативы, обеспечивающие единство педагогического пространства России и интеграцию личности в систему мировой культуры Национально-региональный компонент составляют нормы в области изучения родного языка, истории, географии, искусства и других учебных предметах, отражающих специфику функционирования и развития региона, населяющего его народа Школьный компонент отражает специфику функционирования отдельно взятого образовательного учреждения В рамках федерального и национально-регионального уровней стандарт образования включает Описание содержания образования на каждой из его ступеней, которые государство обязано предоставить обучаемому в объеме необходимой общеобразовательной подготовки Требования к минимально необходимой подготовке учащихся в рамках указанного объема содержания Максимально допустимый объем учебной нагрузки по годам обучения В содержательном аспекте стандарт средней общеобразовательной школы предусматривает Владение базовыми понятиями Знание теорий, концепций, законов и закономерностей и основ науки, ее истории, методологии, проблем и прогнозов Умение применять научные знания на практике при решении познавательных, теоретических и практических задач как в стабильной, стандартной, так и в изменяющейся, нестандартной, ситуации Иметь собственные суждения в области теории и практики данной образовательной области Знание основных проблем общества, России, и понимание своей роли в их решении Владение технологией непрерывного самообразования по отраслям знаний, наукам и видам деятельности Изложенное представляет собой общие основы стандартизации образования по ступеням, уровням образования и конкретизируется оно по образовательным областям, конкретным учебным дисциплинам И уже на основе требований к уровню представления учебного материала и обязательной подготовки ученика разрабатывается система заданий, тестов, служащих инструментарием для контроля и оценки уровня подготовки школьников Государственные образовательные стандарты приобретают реальное воплощение в формировании содержания образования в следующих нормативных документах Учебном плане, учебной программе и учебной литературе, учебниках, учебных пособиях, задачниках и т.п. Каждый из этих нормативных документов соответствует определенному уровню проектирования содержания школьного образования Учебный план уровню теоретических представлений Учебная программа уровня учебного предмета Учебная литература уровня учебного материала Экзаменационный билет номер 10 1. Мастерство педагогического общения Коммуникативная культура педагога СМ В тетради 2. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования Учебные планы Нормативные документы, направляющие деятельность школы В практике современной общеобразовательной школы используется несколько типов учебных планов Базисный план общеобразовательных учреждений Это основной государственный нормативный документ, являющийся составной частью государственного стандарта в этой области образования Он утверждается государственной думой, для основной школы, либо Министерством общего и профессионального образования РФ, для полной средней школы Являясь частью государственного стандарта, базисный учебный план представляет собой государственную норму общего среднего образования, которая устанавливает требования к структуре, содержанию и уровню образования учащихся Базисный учебный план охватывает следующий круг нормативов Продолжительность обучения, в учебных годах, общая и по каждой из его ступеней Недельная учебная нагрузка для базовых областей на каждой из ступеней общего среднего образования, обязательных занятий по выбору учащихся и факультативных занятий Максимальная обязательная недельная учебная нагрузка учащегося, включая число учебных часов, отводимых на обязательные занятия по выбору Итоговое количество учебных часов, финансируемые государством, максимальная обязательная учебная нагрузка школьников, факультативные занятия, индивидуальная и внеклассная работа, деление учебных групп на подгруппы Базисный учебный план служит основой для разработки региональных, типовых учебных планов и исходным документом для финансирования школы Типовой учебный план носит рекомендательный характер и разрабатывается на основе базисного плана Утверждается Министерством общего и профессионального образования РФ Данный вид учебного плана не всегда подходит для новых учебных заведений, гимназий, лицеев, высших профессионально-технических училищ, которые разрабатывают свои собственные документы Учебный план общеобразовательной средней школы разрабатывается на основе государственного базисного и регионального учебных планов Он отражает особенности конкретной школы Существует два типа учебных планов школы Собственно учебный план школы, который разрабатывается на основе базисного учебного плана на длительный период Он отражает особенности конкретной школы Рабочий учебный план, разрабатываемый с учетом текущих условий и утверждаемый ежегодно советом школы Содержание образования учебного заведения любого типа отражает деление образования на фундаментальное и технологическое Фундаментальная составляющая проявляет себя в большей степени в начальной и основной общеобразовательной школе На старшей ступени усиливается объем технологической подготовки Образовательные области и на их основе комплектование учебных планов соответствующих ступеней образовательных учреждений позволяет выделить два вида обучения Теоретическое и практическое В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть, ядро, обеспечивающее при общении учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям И формирование личностных качеств школьника и вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер развития учащихся В учебных планах выделяют федеральный, национально-региональный и школьный компоненты На основе учебного плана составляются учебные программы по всем предметам Учебная программа это нормативный документ, в котором очерчивается круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету Она включает Перечень тем изучаемого материала Рекомендации по количеству времени на каждую тему Распределение их по годам обучения Время, отводимое для изучения всего курса Выделяют несколько видов учебных программ Типовые программы Рабочие школьные программы Личностно-индивидуальные авторские программы, которые составляются и применяются учителями-новаторами, мастерами педагогического труда Типовые программы утверждаются Министерством общего и профессионально образования РФ и носят рекомендательный характер Они очерчивают лишь наиболее обобщенный, базовый круг общеобразовательных знаний, навыков, умений и систему ведущих научных мировоззренческих идей А также наиболее общие рекомендации методического характера с перечислением необходимых и достаточных средств и приемов обучения, специфических для конкретного учебного предмета На основе типовых составляются рабочие программы, в которых, как правило, отражается национально-региональный компонент, локальный или школьный Учитываются возможности методического потенциала учительства, а также информационного, технического обеспечения и, естественно, уровень подготовленности учащихся Авторские программы отличаются и логикой построения курса, и глубиной поднимаемых в них вопросов, теорий, и характером их освещения автором программы Они чаще всего используются при преподавании специальных курсов по выбору, обязательных факультативов и других учебных предметов Такие программы при наличии рецензии утверждаются Советом Школы Учебная программа в структурном отношении состоит из трех основных компонентов Объяснительная записка, в которой излагаются цели и задачи изучения предмета Содержательная часть, включающая перечень тем, распределение времени на изучение тем и разделов, перечень рекомендуемых занятий и методы обучения Методические указания о путях реализации программы, касающиеся методов, организационных форм, средств обучения, а также оценки знаний, навыков и умений, приобретаемых учащимися в процессе изучения данного учебного предмета В структурном отношении учебные программы подразделяются на линейные, концентрические, спиральные и смешанные При линейной структуре отдельные части материала образуют непрерывную последовательность тесно связанных между собой звеньев, прорабатываемых за время обучения, как правило, один раз Концентрическая структура предполагает возвращение к изучаемым знаниям Изложение одного и того же вопроса постепенно расширяется, обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями В последнее время интенсивно обосновывается так называемый спиральный способ построения школьных программ Характерной особенностью спиральной структуры изложения материала является то, что учащиеся, не теряя из поля зрения исходную проблему, постепенно наращивают и углубляют круг связанных с ней знаний Смешанные сочетают в себе линейные и концентрические схемы, что позволяет гибко распределять учебный материал Экзаменационный билет номер 11 Один педагогический процесс как целостное системное явление Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса СМ В тетради Два организационные формы и системы обучения Формы организации обучения Организационные формы – это внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем Организационные формы обучения классифицируются по различным критериям Количество учащихся Место учебы Продолжительности учебных занятий и дыр По количеству учащихся выделяются массовые, коллективные, групповые, микрогрупповые и индивидуальные формы обучения По месту учебы различаются школьные и внешкольные формы К первым относятся школьные занятия, работа в мастерских, на пришкольном участке, в лаборатории и т.п. А ко вторым домашняя самостоятельная работа, экскурсии, занятия на предприятиях По длительности времени обучения различают классический урок, 45 минут, спаренное занятие, 90 минут, спаренное укороченное занятие, 70 минут, а также уроки, без звонков, произвольной длительности Истории мировой педагогической мысли и практики обучения известны самые разнообразные формы организации обучения Один самой старой формой учебного процесса является индивидуальная форма обучения Суть учащиеся выполняли задания индивидуально, помощь учителя выступала либо непосредственно, либо косвенно через изучение учебника, автором которого являлся сам учитель Два индивидуальная форма обучения постепенно уступила место индивидуально-групповой форме организации учебного процесса Суть занятия велись уже с целой группой разновозрастных детей, уровень подготовки которых был различным, в силу чего учитель вел учебную работу с каждым учеником отдельно Три в семнадцать в была основана и широко популяризировалась классно-урочная система обучения, я точка Каминский Четыре первая попытка модернизации классно-урочной системы обучения принадлежала английскому священнику Абылу и учителю Дж Ланкарстеру, конец восемнадцать, начало девятнадцать в точка Так возникла модифицированная классно-урочная система организации обучения под названием был Ланкастерская система взаимного обучения Суть старшие ученики сначала под руководством учителя сами изучали материал, а затем, получив соответствующую инструкцию, обучали тех, кто знает меньше Пять в начале двадцать в Европе стала создаваться Мангимская система, Йозеф Зиккингер, дифференцированного обучения по способностям При сохранении классно-урочной системы учащиеся в зависимости от их способностей и степени подготовки распределялись по классам на слабых, средних и сильных Шесть в двадцатые года Двадцать столетия в СССР появилась бригадно-лабораторная система обучения Задание по изучению курса, темы брала группа учеников, бригада Они работали самостоятельно в лабораториях и с консультациями учителей, отчитывались коллективно Семь в пятьдесят дефис шестьдесят егода Двадцать в Ллойдом Трампом был разработан план Трампа Суть максимальное стимулирование индивидуального обучения с помощью гибкости форм его организации При таком обучении сочетаются занятия в больших аудиториях, в малых группах с индивидуальными занятиями Классы как таковые отменяются, состав малых групп непостоянный, он постоянно меняется Данная система требует слаженной работы учителей, четкой организации, материального обеспечения Экзаменационный билет номер двенадцать Один закономерности и этапы педагогического процесса СМ В тетради Два урока – основная форма организации обучения в школе Основные требования к современному уроку Наибольшее распространение как в нашей стране, так и за рубежом получила классно-урочная система обучения, возникшая в семнадцать в и развивающиеся уже более трех столетий Ее контуры очертил немецкий педагог Иштурм, разработал теоретические основы и воплотил в практическую технологию Я. Каминский Классно-урочную форму организации обучения отличают следующие особенности Постоянный состав учащихся примерно одного возраста и уровня подготовленности – класс Каждый класс работает в соответствии со своим годовым планом – планирование обучения Учебный процесс осуществляется в виде отдельных взаимосвязанных, следующих одна за другой частей, уроков Каждый урок посвящается только одному предмету – монизм Постоянное чередование уроков – расписание Руководящая роль учителя – педагогическое управление Применяются различные виды и формы познавательной деятельности учащихся, вариативность деятельности Классно-урочная форма организации учебной работы имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами, в частности индивидуальной При массовом охвате детей школьного возраста учебными занятиями данная система обеспечивает организационную четкость и непрерывность работы учащихся и стимулирующее влияние классного коллектива на учебную деятельность каждого ученика Предполагает тесную связь обязательной учебной и внеучебной работы школьников Обеспечивает возможность сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм учебной работы Создает благоприятные предпосылки дня взаимообучения, коллективной деятельности, соревновательности, воспитания и развития учащихся Экономично, поскольку один учитель работает одновременно с большой группой учащихся Вместе с тем данная форма не лишена недостатков, снижающих ее эффективность, главной среди которых опора, ориентация, на, среднего, ученика, отсутствие возможности осуществления индивидуальной учебно-воспитательной работы с учащимися Классно-урочная форма организации обучения включает в себя наряду с уроком целый комплекс форм организации учебного процесса К ним относятся Лекции, семинарские занятия, экскурсии, занятиев учебных мастерских, практикумы, формы трудового и производственного обучения, собеседования, консультации, экзамены, зачеты, формы внеклассной работы, предметные кружки, студии, научные общества, олимпиады, конкурсы, идер В рамках этих форм обучения может быть организована коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся как дифференцированного, так и недифференцированного характера Важнейшей особенностью перечисленных выше форм организации обучения является то, что на любой из них учащийся учится работать Слушать, обсуждать вопросы при коллективной работе, сосредоточиваться и организовывать свою работу, высказывать свои суждения, выслушивать других, аргументировать свои доказательства, составлять конспекты, компоновать тексты докладов, работать с источниками знаний, планировать свои действия, организовывать свое рабочее место и т.д. При групповой работе школьники усваивают элементы организационной деятельности лидера, сотрудника, починенного, формируют опыт вступать в контакты с окружающей средой взрослых Урок является ключевым компонентом классно-урочной системы обучения Это законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок учебного процесса Среди общих требований, которым должен отвечать современный урок, выделяются следующие 1. Использование новейших достижений науки, передовой педагогической практики, построение урока на основе закономерности учебно-воспитательного процесса 2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех дидактических принципов и правил 3. Обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной деятельности учащихся с учетом их интересов, наклонностей и потребностей 4. Установление осознаваемых учащимися межпредметных связей 5. Связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на достигнутый уровень развития учащихся 6. Мотивация и активизация развития всех сфер личности 7. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности 8. Эффективное использование педагогических средств 9. Связь с жизнью, производственной деятельностью, личным опытом учащихся 10. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных приемов мышления и деятельности 11. Пщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование урока 11. Каждый урок направляется на достижение три единой цели 12. Обучить, воспитать, развить 13. С учетом этого общее требование к уроку конкретизируется в дидактических, воспитательных и развивающих требованиях 14. К дидактическим требованиям относятся 14. Четкое определение образовательных задач урока 15. Рационализация информационного наполнения урока 15. Оптимизация содержания с учетом социальных и личностных потребностей 16. Внедрение новейших технологий познавательной деятельности 16. Рациональное сочетание разнообразных видов, форм и методов 17. Творческий подход к формированию структуры урока 17. Сочетание различных форм коллективной деятельности с самостоятельной деятельностью учащихся 18. Обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля и управления 19. Научный расчет и мастерство проведения урока 20. Воспитательные требования к уроку включают 21. Определение воспитательных возможностей учебного материала, деятельности на уроки, формирование и постановку реально достижимых воспитательных целей 22. Постановку только тех воспитательных задач, которые органически вытекают из целей и содержания учебной работы 23. Воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях, формирование жизненно необходимых качеств 24. Внимательное отношение к учащимся, соблюдение требований педагогического такта, сотрудничество с учащимися и заинтересованность в их успехах 25. К постоянно реализуемым на всех уроках развивающим требованиям относятся 26. Формирование и развитие у учащихся положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, интересов, творческой инициативы и активности 27. Изучение и учет уровня развития и психологических особенностей учащихся, проектировании, зоны ближайшего развития 28. Проведение учебных занятий на, опережающем, уровне, стимулировании наступления новых качественных изменений в развитии 29. Прогнозирование, скачков, в интеллектуальном, эмоциональном, социальном развитии учащихся и оперативная перестройка учебных занятий с учетом наступающих перемен 30. Экзаменационный билет номер 13 31. Образование как общечеловеческая ценность, социокультурный феномен и педагогический процесс 31. СМ В тетради Два основные подхода к типологии уроков в современной дидактике 31. Структура различных типов урока 32. Имеются несколько подходов к классификации уроков, каждый из которых отличается определяющими признаками 33. Одна из первых наиболее обоснованных классификаций принадлежит советскому дидакту ИН 33. Казанцеву, предложившему группировать уроки по двум критериям 33. Содержанию, например, уроки математики разделяются на уроки арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии, а внутри них в зависимости от содержания преподаваемых тем 34. Способу проведения, уроки экскурсии, киноуроки, уроки самостоятельной работы и т.д. 35. Уроки классифицируют также исходя из цели организации занятий, содержания и способов проведения уроков, M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Обучение, М.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M 2. Уроки изучения новых знаний 3. Уроки формирования новых умений 4. Уроки обобщения и систематизации изученного 5. Уроки контроля и коррекции знаний, умений 6. Уроки практического применения знаний, умений, г.е. Щукина, в точка А Анищук, Н точка А Сорокин, М точка И Махмутов и Дыр Кроме того, широкое распространение получили нестандартные формы урачных занятий, такие как уроки-семинары, уроки-конференции, уроки-деловые игры, уроки-аукционы, интегрированные уроки и т.д. Структура урока это его внутреннее строение, последовательность отдельных этапов Тип урока определяется наличием и последовательностью структурных частей Структура урока имеет важное значение в теории и практике современного урока, так как именно она определяет в конечном итоге результативность и эффективность обучения От Каменского и Гербарта берет начало классическая четырехзвенная структура урока, опирающаяся на формальные ступени обучения Подготовка к усвоению новых знаний Усвоение новых знаний, умений Их закрепление и систематизация Применение на практике Соответствующий ей тип урока комбинированный, смешанный Этапы комбинированного урока, разложенные на отрезки времени, следующие Один этап повторения изученного, актуализация знаний Два этапа изучения новых знаний, формирования новых умений Три этапа закрепления, систематизация, применения Четыре этапа задания на дом Методическая подструктура урока в отличие от дидактической величина переменная Элементы, этапы, урока могут быть скомбинированы в любой последовательности Что делает урок гибким и применимым для решения очень широкого круга учебно-воспитательных задач С целью повышения результативности учебных занятий возникли и практикуются другие типы уроков Их структура состоит обычно из трех частей Организации работы, 1-3 мин Главной части, формирование, усвоение, закрепление, контроль, применение и т.д. 35-40 мин Подведение итогов и задания на дом, 2-3 мин Все компоненты должны представлять собой единую систему урок Урок будет результативным и информативно полным лишь при условии, что учитель будет уверен, что все компоненты занятия взаимосвязаны Экзаменационный билет номер 14 Один понятие о системе образования, основные факторы ее развития Образовательная система современной России Под системой общего образования понимается совокупность учреждений дошкольного воспитания, общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов, учреждений по воспитательной работе с детьми, а также все учреждения высшей школы и среднего профессионального образования Принципы построения системы образования в России Один связь образования с конкретными условиями и целями государственной политики в условиях перехода к рыночным отношениям Два сохранения основных положений, сложившихся в российской школе Приоритетность образовательной сферы, светский характер образования, совместное обучение и воспитание лиц обоего пола, сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм образовательного процесса Три профессиональные самоопределения молодежи с учетом социальных потребностей, региональных, национальных и общекультурных традиций народов России Четыре многотипность образовательных учреждений, многообразность форм получения образования в государственных и негосударственных образовательных учреждениях с отрывом и без отрыва от производства 5. Демократический характер системы образования Сложившаяся система управления образованием выполняет функции регулирования, координации и контроля на федеральном, региональном и местом уровнях Все органы управления образованием подконтрольны Министерству общего и профессионального образования РФ, включая подведомственные ему образовательные учреждения Государственные органы управления осуществляют лицензирование и аккредитацию как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений Обосновывают целевые финансовые и другие затраты на нужды развития региональных систем образования Прямое финансирование деятельности образовательных учреждений Разрабатывают нормативы их финансирования Формируют структуры образовательных систем Разрабатывают перечень профессий и специальностей, по которым в стране ведется профессиональное Обучение Важнейшей функцией государственных органов управления образованием является контроль исполнения законодательных основ в области образования, реализации образовательных стандартов и исполнения бюджетной и финансовой дисциплины Управление государственным и муниципальным образовательным учреждениям осуществляет администратор, заведующий, руководитель, директор, ректор, начальник, который нанимается, назначается или избирается на руководящую должность в соответствии с уставом образовательного учреждения Руководство негосударственным образовательным учреждениям осуществляет его учредитель или по согласованию с ним попечительский совет, формируемый учредителем На современном этапе развития назревает потребность в новой реформе российской системы образования Субтитры создавал DimaTorzok